Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ирина Хакамада И российский шахматист Тринадцатый чемпион мира Шахматный литератор Политик Гарри Каспаров Далее наш эфир продолжит музыка Не переключайтесь И вновь весенняя капелля Любви откроет сердце дверь С пьяным запахом весны Проснутся чувства для любви Весна идет, весне дорогу Все оживай понемногу Нет шансов у зимы Даже не дверь свою берлогу Весной оставит на полугода Весна, пора любви С улыбкой девушка идет И что-то о любви поет В глазах у девушки весна И ей теперь уж не до сна Весна идет, весне дорогу Все оживает понемногу Нет шансов у зимы Даже медведь свою берлогу Весной оставит на полугода Весна, пора любви А может девушке судьба Уже готовит жениха И ей навстречу он идет И что-то о весне поет Весна идет, весне дорогу Все оживает понемногу Нет шансов у зимы Даже не дверь свою берлогу Весной оставит на полугода Весна, пора любви И вот уж парочка идет И что-то о любви поет А виновата в том весна Их познакомила она Весна идет, весне дорогу Все оживает понемногу Нет шансов у зимы Даже не дверь свою берлогу Весной оставит на полугода Весна, пора любви Весна, пора любви Продолжаем информационно-музыкальную программу Республика Управление Росреестра по Карачаево-Черкесии Рекомендует собственникам земельных участков У которых не определены границы Провести межевание И внести уточнение сведения В Единый государственный реестр недвижимости Специалисты призывают Уточнить границы земельных участков С привлечением кадастровых инженеров Подробности в материале Мадины Жужуевой Установление границ земельных участков Позволит собственникам избавиться от многих юридических проблем Ведь именно отсутствие точно определенных границ Является причиной большинства конфликтов Между владельцами земельных участков Но если провести межевание В ЕГРН вносятся точные границы земельного участка Никаких споров уже не должно быть Для того, чтобы внести сведения О границах земельного участка В Единый государственный реестр В первую очередь необходимо будет обратиться К кадастровому инженеру Который установит местоположение границ участка С соседями в соответствии с законом О государственной деятельности И подготовит межевой план Говорит заместитель начальника отдела Регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Клычева Росреестра Карачаева-Черкесии Информирует граждан О необходимости установления границ земельных участков И внесения сведений о них В Единый государственный реестр недвижимости Наличие границ позволяет без лишних проблем Совершать с участком любые операции сделки Уточнение границ поможет исправить Возможные ошибки в сведениях и ГРН Это могут быть ошибочные сведения О площади земельного участка Которые могут стать причиной Неверного определения его кадастровой стоимости И как следствие размера земельного налога Также могут минимизировать споры О границах в суде Для установления границ земельного участка Необходимо провести межевание Это комплекс работ по восстановлению Установлению, изменению И закреплению границ земельного участка Определение его площади И местоположение на местности В соответствии с действующим законодательством Для проведения межевания Следует обратиться к кадастровому инженеру Который проведет кадастровую работу Информацию о наличии Или отсутствии сведений о границах земельных участков Можно получить из выписки из ИГРН Об основных характеристиках объекта недвижимости Запросив ее через МФЦ, через портал Госуслуг Или же на официальном сайте Росреестра Кроме того, информацию о наличии и отсутствии сведений О границах земельных участков Можно увидеть на сайте Росреестра При помощи сервиса Публичная кадастровая карта Внесение в ЕГРН Сведений о границах Является вашей гарантией И гарантией прав собственников И сводит к минимуму возникновения земельных споров Кроме того, установление границ земельного участка Выступит гарантом чистоты сделок с недвижимостью И может стать условием повышения стоимости участка На небосклоне горной вершины Солнце мое встает Словно ручей на рассвете горянка Песню свою поет Пусть на Кавказе каждый услышит радость в ее словах Пусть, как и прежде, светится ярко счастье в ее глазах Пусть, как и прежде, светится ярко счастье в ее глазах Пой вместе с нами под небесами Песню Кавказа Орайда Песню веками, жившую с нами, светлую, о рай да! Пой вместе с нами под небесами, песню Кавказа, о рай да! Песню веками, жившую с нами, светлую, о рай да! С радостным сердцем горцы встречают в доме своих гостей Самых красивых здесь ты увидишь девушек и парней Если по жизни мир и согласие в сердце своем несешь Лучше и крепче дружбы на свете точно ты не найдешь Если по жизни мир и согласие в сердце своем несешь Лучше и крепче дружбы на свете точно ты не найдешь Пой вместе с нами под небесами, песню Кавказа, о рай да! Песню веками, жившую с нами, светлую, о рай да! Пой вместе с нами под небесами, песню Кавказа, о рай да! Песню веками жившую с нами светлую о райда На небосклоне горной вершины солнце мое встает Словно ручей на рассвете горянка песню свою поет Пусть на Кавказе каждый услышит радость в ее словах Пусть как и прежде светится ярко счастье в ее глазах Пусть на Кавказе каждый услышит радость в ее словах Пусть как и прежде светится ярко счастье в ее глазах Пой вместе с нами под небесами песню Кавказа о райда Песню веками жившую с нами светлую о райда Пой вместе с нами под небесами песню Кавказа Орайда, песню веками жившую с нами светлую Орайда. Песню веками жившую с нами светлую Орайда. Живет на земле человек. Он маленький, земля огромная. Человек занимает на земле очень мало места. Но человек не один. На земле живет много людей. Они занимают всю землю. Тех людей, что живут вместе, пусть они говорят на разных языках, делают общие дела, зовут одним словом соседи. А хороший сосед ценился во все времена. Во всех аулах нашей республики проживают люди разных национальностей. И дружба между ними – это самое главное богатство всех жителей. Помимо соседства разных национальностей, в аулах много семей, где проживают люди разных национальностей. Одна из таких семей проживает в ауле Апсуа от Гехабльского района. Это семья Кужевых. Много лет назад воспитанница детского дома Тамара Ивановна Карлова познакомилась со своим будущим мужем. И, как вспоминает сама Тамара Ивановна, свела их общая работа. Связав свои судьбы, молодые люди переехали в родной аул мужа. И, как говорит Тамара Ивановна, для нее национальность – это хороший человек. И всех людей она меряет так же. Есть хорошие и плохие люди, и все. И в подтверждении своих слов она вспоминает, как ее приняли в новом ауле. Детство мое прошло в детском доме. В 16 лет исполнилось, как в те годы определяло государство, судьбу детей детдомовских. И меня направили в Подмосковье, на Ивантиевку. Там хлопкопрядельное производство. Обучилась я в школе ФЗО. Это фабрично-заводское училище. Получила я специальность – крутильщицу. Не отходя от производства, закончила 10 классов. Тогда была 10-летка. Закончила я хорошо, с отличием. Ну, а куда поступать детдомовской? Денег нет, средств нет. На кого надеяться? Не на кого. И я решила дальше пойти. Меня всегда интересовала вся страна, жизнь. Я любила путешествовать. И я окончила школу проводников. Пошла я путешествовать по России, по Средней Азии. В основном я на Казанский вокзал попала, на Среднюю Азию. Встретила своего будущего супруга. Там же житель аула Апсуа. Тоже он детдомовский. Встретив свою родную душу, как меня детдомовку, он тут же, не задумываясь, предложил мне. Как у вас у Абазин тут? Увидел, понравилось, сразу предлагаю. А я засомневалась. Как это так? Увидел и тут же. Ну, правда, мы и так подружили месяц. Смотрю, положительный. И все такое прочее. Думаю, дай-ка я рискну. А мне было уже 25. Все искала. Принца на белом коне. Думаю, а зачем? Не пьет, не курит, не гуляет. Думаю, ну, работягах. Так же, как и я. Думаю, ладно. И я его уговорила сама приехать сюда. Меня же интересовало все. Вся жизнь интересовалась. Я вообще интернационалист. По натуре я вообще никогда не делю людей по нации. Я люблю. Человек хороший, значит, хороший. И все, я приехала сюда. Это в 71-м году. Аул мне понравился. Мне люди понравились. Правда, в глаза никогда никто плохого не говорит. И родила я здесь пятерых детей. Четыре сына и последнюю дочечку. Радость моя. И самая главная радость вовина была. На дворе 21-й век. Прогресс и развитие человечества приводит к тому, что сокращается личное общение. Все сводится к интернету. А как много мы от этого теряем? По словам Тамары Ивановны, развитие общества зависит от самого общества, то есть от самих людей. И по какому пути пойти – это выбор не одного человека, а всего народа. Дело в том, что от нас самих. От солидарности общество зависит. Как говорят, какой нужно правитель, такой и приходит. Потому что народ его выбирает. Это от общества зависит. Какое у нас общество. Если оно грамотное, прогрессивное, оно может выбрать. Ну, сейчас, конечно, лучше намного. Вот я смотрю, идут строительства ПСЖ, детский садик какой большой. Я знаю, лучше намного. И люди уже смотрят с энтузиазмом на будущее. Все равно идет к прогрессу. Как не хотим, кто не хочет, а идти надо вперед. То место, где народ живет, зовется Родиной. Наша Родина – Россия. И мы с вами живем в одном из уникальных регионов России – Карачаево-Черкесской Республики. Это наша малая Родина. Действительно, Карачаево-Черкесская Республика – один из красивейших уголков нашей Родины – жемчужина Кавказа. На территории нашей Республики проживают абазины, черкесы, карачаевцы, русские, нагайцы и много других национальностей. И наша главная задача – добиться процветания и величия родного края, стать полноценным гражданином нашей Великой Родины, способными сохранить и развить достижения отцов и дедов, жить в мире и согласии. Чудный уголок планеты, мой родимый горный край, только им душа согрета, на земле небесный рай. Вечной зеленью покрыты, в ущелье ель сосна, здесь таинством все закрыто, горы, степи и луга. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжаем эфир Республиканского радио. С понедельника у православных христиан началась Страстная Седмица. Последняя неделя перед наступлением светлого праздника Христового Воскресения Пасхи. Каждый день Седмицы связан с определенными событиями из жизни Иисуса Христа и несет определенный посыл верующему человеку. Об этом в нашей традиционной православной рубрике. Я передаю слово ее ведущей Руфине Ковалевой. Свет Православия. Слово. Мир. Человек. Господи, милость Твоя, вера, по благоею не презвий. Страстная Седмица — особенное время Великого Поста. Фактически сам пост, как период покаяния, завершен. И теперь начинается новый этап. На Страстной Седмице день за днем упоминаются последние дни земной жизни Спасителя. И мы имеем возможность быть свидетелями этих евангельских событий, идти вслед за Христом, стать свидетелями Его любви к человечеству. Об этом рассказывает архиепископ Пятигорский-Черкесский Феофилакт. Во-первых, нужно сказать о том, что, когда мы говорим о страстях Христовых, мы говорим о том, что Он, как Бог и Человек, перетерпел за человека, до каждого из нас. Вот Его страсти стали самым ярким образом Его любви. По-настоящему ведь любовь — это не безразличие не только к человеку, но это еще и не безразличие к болезням человеческим, к падениям, к слабостям, к немощам человеческим. И Христос на кресте, а до этого на суде у Пилата, а после, во время своего крестного пути, физически, совершенно глубочайшим образом, достойно и мужественно, по-божески перетерпел все эти страсти ради других людей, чтобы, как говорит церковное песнопение, своими страстями уязвить и исцелить наши страсти. Он, если так можно сказать, переболел смертью, чтобы через себя даровать вот эту, если уж мы говорим языком медицинским, вакцину от смерти, воскресение из мертвых. Каждый раз, когда во время Великого Поста читаю Священное Евангелие, описывающее эти страсти, что-то новое для себя открываю, как-то по-новому переживаю эту боль. Наверное, еще и потому, что в собственной жизни происходят новые события, которые не всегда приносят радость и улыбки, но еще и боль сердца, боль души. И тогда ты по-новому переживаешь те страдания, которые перенес Он. И тогда, если так можно сказать, ты еще больше испытываешь нужду в Нем, чтобы Он помог пережить то, что ты переживаешь в настоящее время. В религиозном понимании страсть обозначает склонность к тому или иному греху. Незанятая благими помыслами душа может стать вместилищем для негатива, зла, зависти и других грехов, рассказывает Владыка. Страсть — это склонность человека к греху, это испорченность человеческой души, испорченность воли, это потерянная воля. А отсюда рождаются вот эти страсти, которые в нас борет наше человеческое, которые как болезнь разрушают наше человеческое. Они не приходят и не уходят. Они случаются тогда, когда из нашей собственной жизни мы прогоняем то, что называется добродетелью. Вот тогда приходит на это место страсти. Человек не может быть ничем не занят. Вот в Евангелии есть очень интересная притча о том, как человек исцеляется от одержания злым духом, вот этими вот образом страсти. И говорит, что пришли семь духов, еще более злейших, и увидели, что не занята душа. И вселились в эту душу. И последняя стала хуже первого. Никогда не бывает так, что человеческая душа не занята. Она не терпит пустоты. Так устроена духовная жизнь. Она совершенно не терпит пустоты. И если в нашей духовной жизни нет добродетели, то это пространство занимает страстью. Время Великого Поста – наиболее плодотворный период для духовного развития человека. Одновременно это этап достаточно серьезных духовных и физических испытаний, через которые человек должен пройти с честью и достоинством. Время Великого Поста – это то самое удобное время, то же самое, как если бы шла речь о необходимости сеять. Но ты же не можешь этим заниматься зимой или летом. Есть время, которое говорит, что вот именно сейчас самое время посеять. Потому что именно сейчас это семя может принести свой плод. Вот время Поста – это самое удобное время для земледелия над своим сердцем. Для того, чтобы вскопать его, перепахать, если так можно сказать образно, свою собственную душу. Избавиться от сорняков – это самое удобное время. И, конечно, было бы хорошо тем временем воспользоваться. Но начинать хотя бы с того, что ты по-человечески благодарен тому, кто понимает тебя. Ведь страсти, самое главное, дают ответ, которым Христос ответит на наши упреки. Мол, как нам было тяжело. И он скажет, я знаю, что такое быть и преданным. Я знаю, что такое пережить клевету, суд неправедный. Я знаю, что такое пережить боль, пережить бегство верных друзей. И если бы ты, скажет Господь, мне поделился бы со мной своей болью, я знаю, как её пережить. Я бы тебе заменил её. Я бы отобрал бы эту боль себе, потому что я на это и пришёл. А дал бы взамен тебе совсем другое надежду. Со мной бы ты, проще говоря, не был бы одиноким. И никогда бы не страдал бы от своего одиночества. И если во время Святой Четыридесятницы ограничения помогают человеку избавиться от разных страстей, то у поста на последней неделе перед Пасхой несколько иная цель – сопереживать Спасителю и его страданиям. Кроме молитвы во время онлайн-трансляции из храмов, можно найти на православных сайтах последование для домашнего совершения богослужений Страстной недели и помолиться дома самостоятельно. А если читать церковно-славянский текст параллельно с русским переводом, то даже самый неподготовленный человек при этом неизбежно откроет для себя новые глубины, по-новому ощутит красоту и богослужения и церковно-славянского языка. Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь. Аминь. Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву? Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно материнскую молитву. Мамочка, я очень-очень тебя люблю. На ясном дне поставил точку, свет луны пробираясь вдоль стены. Сынишка маленький и повзрослее дочка Тихонько спят и видят сказки сны. Детишки спят, но мне совсем не спится, Тихонько с Богом разговор веду. Пусть детям лишь хорошее приснится, А я в молитве время проведу. Звучит беззвучно материнская молитва, Слова благословения в тиши, И светом луны благодать пролита, Как дарь покоя для моей души. Сынишка милый, подрастай здоровым, И маму слушать ты не забывай, И будь всегда мечтою окрыленным, Скорее из игрушек вырастай. Ты, дочка, будь же умною и скромной, Упорною и терпеливой будь. Пусть сердце добром и душе твоей огромной, Святой Дух постоянно совершает труд. Звучит беззвучно материнская молитва, Слова благословения в тиши, И светом луны благодать пролита, Как дар покоя для моей души. Из вас пусть каждый обретет свою дорогу, Минуют вас ненастья и беда. Из вас пусть каждый жизнь доверит Богу, Благословены будьте вы всегда. Слова мои слетают с губ неслышно, Слышны они лишь Господу и мне. И каждая из них любовью дышит, Заботой нежною о будущем детей. Звучит беззвучно материнская молитва, Слова благословения в тиши, И светом луны благодать пролита, Как дар покоя для моей души. Звучит беззвучно материнская молитва, Два ангела всю ночь в изголовья, Кроваток детских стражами парят, Взирая молча на детей с любовью, Хранят их сон и благодать дарят. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, Сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных нарионах сильный дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 2, плюс 7. В горах Карачаево-Черкесии выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаево-Черкесии подошла к концу. В студии работала Альбина Охнова, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы с вами прощаемся. Удачного дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова